Здравствуйте! Сегодня в эфире программа «У книжной полки» и её ведущая Наталья Козынцева. Современный христианин живёт в условиях, когда он оказывается втянут в такой стремительный водоворот жизненных обстоятельств, что времени на вдумчивое в чтение значительных произведений остаётся мало. Поэтому и наше знакомство с творениями святых отцов порой ограничивается краткими строками, схваченными в потоке повседневной информации. Это не может не сказываться на духовной жизни. Серия книг «Популярная библиотека отцов и учителей Церкви», выпускаемая издательством Московской Патриархии, призвана помочь современному человеку прикоснуться к вековой традиции духовного опыта Церкви через краткое знакомство с наиболее актуальными выдержками из произведений духоносных писателей. Третью из книг этой серии под названием «Земное и небесное» из творений святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Автор-составитель сборника, священник Роман Савчук, в предисловии книги пишет «Среди отцов Церкви трудно найти столь известных и почитаемых богословов, какими являются для нас три вселенских святителя — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Тем не менее, несмотря на разнообразие упоминаний и обращений к наследию этих святых, все же остаются те грани их опыта, которые очень редко выходят из тени прошлого». Вспомним, говорит отец Роман, некоторые обстоятельства жизни великих учителей Церкви. Святой Василий Великий, родом из Каппадокии, родился около 330 года в знатной семье. Его родители позаботились о том, чтобы дать будущему архиепископу хорошее образование. Сначала он учился в Константинополе, затем несколько лет провел в Афинах, тогдашнем центре философии. Именно здесь ярким пламенем разгорелась дружба двух будущих святителей — Василия Великого и Григория Богослова. Это была действительно редкая дружба, в которую святые вкладывали всю свою душу. Интересно, что крестился святой Василий уже в зрелом возрасте, вернувшись после учебы домой в Кесарию Каппадокийскую. Благочестиво настроенный будущий святитель деятельно занялся устроением монашества, основал несколько монастырей в Понтийской области и написал для них устав. В это время он принимал активное участие в борьбе с еретиками-арианами, основал множество убежищ для бедных и бесстрашно заступался за угнетенных и гонимых. Все это в соединении с безупречным аскетическим образом жизни составило Василию огромную популярность. В 370 году он был избран архиепископом своего родного города Кесари Каппадокийской. Умер святой 1 января 379 года, 49 лет от роду. Святитель Григорий Богослов родился в 329 году и происходил из знатной христианской семьи. Его отец, также святитель Григорий, был епископом в Назианзе Каппадокийском. Будущий вселенский учитель был научен благочестию своей матерью, святой Ионной. Григорий получил хорошее светское образование, завершив его в Афинах вместе со своим другом Василием. В свое отношение к нему святой Григорий вложил всю свою чуткость, богатый запас любви и самотречения. «Я искал там, в Афинах, красноречие», — говорил он, — «и нашел счастье, потому что там нашел Василия». «Я уподобился Саулу, который, ища ослиц, нашел себе царство». Случайное приобретение оказалось выше главной цели. В 358 году святой Григорий покинул Афины и вернулся к родителям. Как и его друг, святой Василий, он крестился почти в 30-летнем возрасте. Вскоре по приглашению друга он удалился в пустыню, чтобы подвязаться рядом с ним. Однако по требованию отца святой Григорий вернулся в 361 году в Назианс и против своей воли был посвящен в Пресвитера. Он весьма тяготился пастырской деятельностью. Для него несравненно ближе были уединения и безмолвная молитва. Всякое соприкосновение с жизнью было для святого столкновением с человеческими слабостями и пороками — ложью, клеветой, завистью, незаброжелательством и другими. Отсюда те чувства усталости и разочарования, которые овладевали им всякий раз, когда он принужден был оставить свое уединение и выступить в роли деятеля. Также против своей воли святой Григорий был поставлен воепископа и некоторое время был архиепископом константинопольским. Скончался он 25 января 389 года. Святой Иоанн Златоуст родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника. Его отец умер вскоре после рождения сына, которого воспитала мать, примерная христианка. Одаренный юноша учился у лучших философов и риторов. Крестился в 20-летнем возрасте, вернувшись на родину из Афин, где получал образование. Когда скончалась его мать, он раздал все свое имущество, отпустил на волю рабов и, приняв яночество, поселился в уединенной обители. В 381 году Иоанна рукоположили во диакона, а через пять лет во пресвитера в Антиохии. Именно в эти 12 лет священства святой прославился как блестящий проповедник и пастырь. За редкий дар слова он получил от паствы наименование Златоуст. В 398 году по воле императора святой Иоанн был поставлен архиепископом константинопольским. На высокой кафедре он не оставил свои исключительные заботы о нищих, ревностно проповедовал и следил за церковным порядком. Святитель не боялся обличать даже высоких сановников и членов императорской семьи. В конечном итоге он был оклеветан и дважды осужден. В 404 году святителя отправили в ссылку. Истощенный болезнями, причастившись к святых христовых тайн, в сентябре 407 года вселенский учитель приставился на последнем переходе в Каманах со словами «Слава Богу за всё». Как отмечает отец Роман, памятование о том, что пришлось пережить святителям, поможет лучше понять контекст приведенных в книге выдержек из-за наследия великих учителей Церкви. В основе сборника извлечение прежде всего из личных писем святых, а также из их малоизвестных произведений. Перед читателем раскроется близкая и понятная человеческая сторона их святости. А здесь всё — и личное переживание, и смятение, и непонимание самых близких людей, и ошибки, и главное — их преодоление. Пожалуй, это главная цель настоящего издания — показать близость великих святых к современному христианину, стесненному бурей жизненных обстоятельств и переживаний. При этом прикосновение к жизненному опыту святителей, открытому в столь необычной форме простоты и искренности, вдохновляет на доверие им, на честную и самоотверженную борьбу с любыми трудностями в духовной жизни. Книги серии «Популярная библиотека отцов и учителей церкви» по словам издателей, обращены к человеку, затерянному в суете будней, однако ищущему свежего глотка живительной влаги истинно христианской жизни. Как правильно относиться ко всем испытаниям, которые встречаются на жизненном пути? Что главное в молитвенном обращении к Богу? Как общаться с ближними, которые далеки от церкви? Почему так важно следовать церковному опыту в организации личной духовной жизни? На эти и другие вопросы, связанные с жизнью христианина в сложном и неоднозначном мире, призван ответить этот сборник. Исполненные евангельского духа советы трёх святителей помогут нам сохранить память о Боге в нашей повседневной жизни и вступить на поприще духовного делания. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подходит к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok